Друзья, всем привет! Сегодняшнее наше видео будет посвящено перемычкам в доме из газобетона. Я вам расскажу и покажу, как я делаю у блоки для этих перемычек. Мы посмотрим на подпорную систему. Я вам расскажу про арматуру, которую я использую для армирования. И покажу утепление этих самых перемычек. Также у меня еще осталось некоторое количество готовых блоков. На какой-нибудь один из них возьмем, и я вам покажу, что эта конструкция имеет право на жизнь, и она довольно надежная. Проведем какой-нибудь небольшой эксперимент. И все, начинаем! Здесь у меня уже заготовлено некоторое количество блоков. Это блок на 75 мм толщиной. Это блоки не пиленные заводские, 250, 125, 75. Вот эти мы немного подпиливали. Вот остаются вот такие вот. Полоски для чего? Для того, чтобы, когда мы блоки будем складывать, чтобы у нас итоговая толщина получалась 375 мм. Ровно так, как у нас несущая стена имеет такие же размеры. Пилили мы их на самодельном станке быстрого производства кустарного. Но со своей задачей он прекрасно справляется. Клей я буду вот на такую пену. Это ProFix 101. Это та самая пена, которую мы использовали для заполнения вертикальных швов. И давайте я, наверное, сразу сюда камеру поставлю, чтобы вам было хорошо видно. И на примере одного блока я вам подробно буду рассказывать и показывать, что происходит. Соответственно, я положил резаную часть в середину, по краям поставил не пиленные блоки. Далее, что я делаю, это я их выравниваю. То есть, один торец, блоки, геометрия у них кривая и какие-то могут торчать. Ту часть я потом теркой буду затирать. Меня интересует только пока одна плоскость. Блоки я поставил. Эти блоки у меня уже предварительно обеспылены. Сейчас я покажу шелку. Вот. Эти блоки я уже обеспиливал. Ну, для вас специально покажу. То есть, я прохожусь по торцам и хорошенько обеспыливаю. Потом прибиваю, чтобы здесь не было никаких щелей. То есть, блок сейчас у меня стоит, так как он должен быть склеен. После выставления блока начинаем наносить пену. Я делаю это, собственно, вот так. Я наклоняю один блок и заполняю получившуюся щель пеной. Потом аккуратно его ставлю на место. Все, блок промазали и нажимаем. Одним движением примыкаем к боковую стенку. Так же поступаем и со вторым блоком. Все, сейчас я таким образом поступлю с остальными, пока у меня есть место на палетах. И потом уже перейдем к экспериментам и тестам. Пока один палет есть свободный, я предлагаю взять и провести небольшой эксперимент. То есть, насколько эта конструкция все жизнеспособна. Для того, чтобы показать, насколько это все крепко, давайте я положу на него, я не знаю, наверное, блок. Сейчас я поставлю камеру, чтобы вам было это все видно. Видно? Видно. Вот, это блок 375-й. Видите, то он примерно 40 килограмм. Сейчас посмотрим, что будет, если установить его на эту перемычку. Сейчас я максимально близко к краю сделаю, чтобы нагрузка была на него максимально... Максимально... О, уже падает. Ну вот. Уже падает. Здесь ничего не шевелится. Даже не думает. Давайте, я не знаю, еще один смысла нет. Давайте я еще кусочек на него положу. Это, наверное, где-то треть от блока. В принципе, я думаю, ее можно так долго грузить, и она даже не пошевельнулась. То есть, держится отлично. Вот. И здесь даже ничего не думает ни трещать, ни расходиться. Давайте пойдем дальше и попробуем еще... Кое-что. То есть, я вешу где-то 67 килограмм. То есть, конструкция, она... Даже... Ах! Даже не шелохнется. Мне кажется, выдержит немного меньше при нагрузке, именно которая будет исходить изнутри. Но будет этой нагрузки, скажем так, нагрузки бетона будет недостаточно, чтобы ее все-таки сломать. Я прям в это верю. Если вы боитесь, то можно сюда ставить... Ну, либо палочки прикручивать, либо перфоленту можно прикручивать, либо сделать временные, знаете, вот такие вот... Г-образные такие, да, скобки. То есть, просто они одевались, да, и вы их будете с места на место потом переставлять. А пока сохнут те блоки, которые мы с вами склеили, давайте поднимемся на лестницу и заглянем внутрь перемычки. Глянем, что у нас получилось. И вот такая вот красотища у нас получается по итогу. Блоки, помимо того, что они сами по себе крепкие, они еще скрепляются между собой пеной и держат еще друг дружку, то есть соседние блоки. Выглядит это вот все примерно вот таким образом. Сделали мы уже над этим окном, над тем, над серединой. Сейчас я иду по кругу, делаю в ванной комнате и иду, соответственно, по кругу устанавливаю эти перемычки. Вот, армировать буду арматурой двенашкой, два прута в верхнем ряду, два ряда в нижнем ряду. И хомуты каждые 30 сантиметров из восьмой арматуры. Сюда установится еще два слоя двухсантиметрового ППСа, то есть будет 4 сантиметра ППСа. И в совокупности с семью с половинами, семью с половинами газобетона, 4 сантиметра ППС будут соответствовать санитарно-геническим нормам и будут соответствовать, скажем так, не будет. В общем, стена у меня замерзать, промерзать. Делал расчеты я на теплотехническом калькуляторе, использовал теплотехнический калькулятор, называется, по-моему, Smart Calc, что-то так. В общем, вы его все, я думаю, и так без меня знаете. И по его расчетам все будет с коэффициентом, по-моему, около трех. Кто знает, тот поймет. Это для Таганрога, это юг, как раз-таки то, что нужно. Давайте сразу я вам покажу про опорную систему, расскажу, пока мы здесь находимся рядышком. Здесь, соответственно, ничего сложного нет. В плашмёй лежит лист ОСБ, это 9 мм, и торцами доски, это 150 на 20. Плюс грузки опорные. Стена фиксируется, это 150 гвоздями. Вот такими вот. То есть гвоздь на 150, плюс установлена поддерживающая стойка. Почему ЭППС у меня двухсантиметровый, а не сразу четырехсантиметровый? Когда я его покупал, я в голове без калькулятора прикидывал, думаю, не, ну, в принципе, должно быть тепло. То есть 7, 7, плюс 2, ну, где-то нормально. Когда купил, приехал, пересчитал, оказывается, нет. Надо минимум 4, лучше 5. Ну, 4 соответствует, поэтому 4 буду делать. Ну, ничего не беда. То есть я его склею на пену, также отрежу в размер и буду стенку эту удивлять. Рад был, что вы посмотрели это видео. Спасибо вам за то, что вы подписываетесь на канал. Спасибо за то, что вы активно пишете комментарии, ставите лайки. Мне это очень приятно, и это активно продвигает канал вперед. Все, всех жду на нашем следующем видео, которое выйдет через неделю. И машу вам рукой. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok